Сегодня мы послушаем сказку Виталия Бианки «Чей нос лучше?». Мухолов-тонконос сидел на ветке и смотрел по сторонам. Как только полетит мимо муха или бабочка, он сейчас же погонится за ней, поймает и проглотит. Потом опять сидит на ветке и опять ждёт, высматривает. Увидал поблизости дубоноса и стал жаловаться ему на своё горькое житьё. Очень уж мне утомительно, говорит, про питание себе добывать. Целый день трудишься, трудишься, ни отдыха, ни покоя не знаешь, а всё впроголодь живёшь. Сам подумай, сколько мошек надо поймать, чтобы сытым быть. А зёрнышки клевать я не могу, нос у меня слишком тонок. — Да, твой нос никуда не годится, — сказал дубонос, — то ли дело мой. Я им вишнёвую косточку, как скорлупу, раскусываю. Сидишь на месте и клюёшь ягоды. Вот бы тебе такой нос. Услыхал его клёст-крестонос и говорит. — У тебя, дубонос, совсем простой нос, как у воробья, только потолще. Вот посмотри, какой у меня замысловатый нос. Я им круглый год семечки с шишек вылушиваю вот так. Клёст ловко поддел кривым носом чешуйку еловой шишки и достал семечко. — Верно, — сказал Мухолов, — твой нос хитрее устроен. — Ничего вы не понимаете в носах, — прохрепел из болота бекас долгонос. — Хороший нос должен быть прямой и длинный. Чтобы им козявок из стены доставать удобно было, поглядите на мой нос. Посмотрели птицы вниз, а там из камыша торчит нос длинный, как карандаш, и тонкий, как спичка. — Ах, — сказал Мухолов, — вот бы мне такой нос. — Постой, — запищали в один голос два брата-кулика, шелонос и кроншнеп-серпонос. — Ты ещё наших носов не видел? — поглядел Мухолов и увидал перед собой два замечательных носа. Один смотрит вверх, другой вниз, и оба тонкие, как иголка. — Мой нос для того вверх смотрит, — сказал шелонос, — чтоб им в воде всякую мелкую живность поддевать. — А мой нос для того вниз смотрит, — сказал кроншнеп-серпонос, — чтобы им червяков да букашек из травы таскать. — Ну, — сказал Мухолов, — лучше ваших носов и не придумаешь. — Да ты, видно, настоящих носов и не видал, — крякнул из лужи широко нос. — Смотри, какие настоящие носы бывают! Во! Все птицы так и прыснули со смеху прямо широко носу в нос. — Ну и лопата! — Зато им в воду! — Щелок чуть-то как удобно, — досадливо сказал широко нос и поскорее опять кувырнулся головой в лужу. — Обратите внимание на мой носик! — прошептал с дерева скромный серенький козадой сетнонос. — У меня он крохотный, однако служит мне и сеткой, и глоткой. Мошкара, комары, бабочки целыми топом и в сетку-глотку мою попадают, когда я ночью над землей летаю. — Это как же так? — удивился Мухолов. — А вот как, — сказал козадой сетконос, — да как разинит зев, все птицы так и шарахнулись от него. — Вот счастливец, — сказал Мухолов, — я по одной мошке хватаю, а он ловит их сразу сотнями. — Да, — согласились птицы, — с такой пастью не пропадешь. — Эй вы, мелюзга! — крикнул им пеликан мешконос с озера. — Поймали мошку и рады, а того нет, чтобы прозапас себе что-нибудь отложить. Я вот рыбку поймаю и в мешок себе отложу, опять поймаю и опять отложу. Поднял толстый пеликан свой нос, а под носом у него мешок набитый рыбой. — Вот так нос, — воскликнул Мухолов, — целая кладовая, удобней уж никак не выдумаешь. — Ты, должно быть, моего носа еще не видел, — сказал дятел. — Вот, полюбуйся. — А что же на него любоваться, — сказал Мухолов. — Самый обыкновенный нос, — прямой, не очень длинный, без сетки и без мешка. Таким носом пищу себе на обед доставать долго, а о запасах и не думай. — Нельзя же все только об еде думать, — сказал дятел-долбонос. — Нам, лесным работникам, надо инструмент при себе иметь для плотничьих и столярных работ. Мы им не только корм себе добываем, но и дерево долбим, жилища устраиваем и для себя, и для других птиц. — Вот у меня какое долото! — Чудеса, — сказал Мухолов, — столько носов видел я нынче, а решить не могу, какой из них лучше. — Вот что, братцы, становитесь вы все рядом, я посмотрю на вас и выберу самый лучший нос. Выстроились перед ним крестонос, долгонос, танконос, шилонос, широконос, сетконос, мешконос и долбонос. Но тут упал сверху серый ястыб, крючконос, схватил Мухолова и унес себе на обед, а остальные птицы с перепугу разлетелись в разные стороны. Если нравятся вам сказки и рассказы Виталия Бианки, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, который называется Пенсионерка. Буду рада всех вас видеть и читать ваши комментарии. Всего доброго! — Пойдет!